всем привет мои хорошие гости канала а также постоянные мои зрители не откладывая дело в долгий ящик мы разыграем вот эту замечательную интересную брошь от крамор и сейчас в дело идет наш винтажный телефон который к чертовой матери подзавис сейчас мой муж что-то сделает он сделал дал мне его блин куда-то туда нажал он нажал и ирина гуцу как всегда все замечательно и подарок достойный ирина ну и подарок теперь ваш вам теперь следует написать мне вайдер или ватсап и и прислать скриншот чтобы подписаны на меня и стоит лайк под видео и мы с вами спишемся я вам все отправлю так кстати хотела сказать у меня прибавилось подписчиков поэтому очень многие просят спрашивают почему они называются девочки и мальчики я называют цену в вайбер или ватсап такая у меня политика канала поэтому ничего тут страшного номер есть первым закрепленном комментарии под моим видео и отвечаю я практически сразу вот и пожалуйста пишите здесь нет ничего такого уж сверхъестественного кстати у нас была распродажа в прошлом видео кто не подписан на мой телеграм там сейчас там еще я проводила раз вторую распродажу и еще там остались украшения так что если кто-то еще что-то захочет еще можно что-то очень хорошо купить по не совсем совсем символично совсем символичной цене пытая поэтому подписывайтесь telegram просто выбираете строке поиска telegram название моего канала без кавычек без всего и все выйдет и в этом непосредственно все можете найти так хорош трепаться и начнем смотреть красоту начну не с брошки но с очень интересного элемента это зажим для шарфа в с джермани в с джермани и вот такая вот красивая голографическая вот такой красивый голографический зажим тут все работает замечательно и самое интересное он он пластиковый соответственно вот посмотрите он вам споен вот в эту самую вот вот эти вот близ кучки они впаяны и очень интересно смотрится ну и соответственно переливается тоже так кто там про мои ногти сильно страдает не страдайте мы выкапывали лук буквально вчера я не могу просто отмыть сейчас поэтому кто пережить это не может может просто выключить поэтому я живой человек абсолютно помогаю не молодым родителям поэтому успокойтесь дофига каналов с руками такими как просто можете очароваться мне банально некогда простите вообще вот так что ничего страшного переживете кто не переживет и я как говорится я спокойно к этому дальше вот такая очень красивая насыщенная брошь не помню показывала ли вы вам я ее судя по застежке и по толщине металла и плюс к тому как насколько она качественно сделана это года шестидесятые особенно вот это крепление девчонки ну как она какой у нее насыщенный цвет камера чуть-чуть чуть-чуть совсем бледнит совсем чуть-чуть но представляете если это еще чуть чуть камера но это светкая такая нежно бледнит который направлен но у нее вообще она так переливается даже без света у меня даже подозрение что это кристаллы сваровски но это вообще это такая это такой взрыв цвета эмоций как всегда красный сейчас сравню с кровью но это прям какая-то пря знаете аристократическая кровь прям аж аж жаль ее пуск не буду сюда потому что сольется положу положу как-нибудь вот так вот вот у меня сегодня разношерстный достаточно лот очень красивый вот такая посмотрите девчонки блин вот эту не успела помыть некоторые помыла а вот эту в последний момент решил включить в показ вы посмотрите какие кристаллы это все стекло это стекло просто она вот так выгнуто короче чувствующие не стучала чем поближе покажу посмотрите какие кристаллы вылитые под листик вот так вот прям изогнута да видно немножко пыльно но если вдруг кому-то понравится она придет чистая не волнуйтесь вот здесь все на клёпочках никаких нисходов покрытия не осколков не обломышей ничего нет такой прям здесь синий синий кристалл такая прям ветка завораживает правда как будто зима с осенью встретились а это еще какой-то плод остался на дереве и все это еще на фоне листика такого какого-то прям резного кленового но прям гербарий а не брошь красивая красиво необычная люблю такие так потяточки мои а вот тоже посмотрите какая интересная вот здесь абсолютно ровный кристалл видите и вся огранка сюда ушла мне здесь не видно потому что здесь вот такая многие говорят что вот такая поверхность это не маркированная фирма джуди ли вполне возможно но вполне и невозможно как говорится кто его знает какая-то грязь к переливается тоже замечательно даже вот эти серо-зеленые что ли вообще в жизни на свету она как бы больше к черному такой хамелеонистый достаточно кристалл кстати это огранка называется крест потому что когда его гранят вы увидите вот это вот как раз и происходит а вот если ее вот так вот сделать брошь то она ловит уже совершенно другие казалось бы простая брошь но ну простая не совсем уж и простая но очень интересное решение и это решение очень даже завораживает особенно к те любят кто любит темные броши на самом надежде я кстати фанат таких решений ну такие брошь у меня часто встречается на канале мне нравится я ее ласково наздев называю раз три пушка потому что так обычно она так все аккуратненько собрана такая вся такая а здесь такая вот немножечко она такая 1 3 1 3 пенькая конечно можно поправить еще это все пины здесь все закрыто шестидесятые годы самые их прям расцвет рассвет посмотрите замечательно это стекло с одной стороны покрыто с одной стороны есть покрытие аврора бареалис или а.б. и вот такая красотевишна кто видит здесь снежинку кто я не знаю что вот здесь вот видите она получается просто лучики как раз отходят красавица такая необычная среди наборных идем здесь сверкай так наборные давайте продолжим тему наборных тут еще как раз у меня есть некоторые в zip пакетах слава вы знаете мой любовь зим пакетом они мне отвечают взаимности как всегда хочется с чего-нибудь красненького после таких беленьких наборная брошь я сам покажу поближе посмотрите вот здесь мелкие конуса видны здесь такие на них изредка нанесено а.б. а вот которые на шпульках пик ах вот видите они все с нанесением аврора бареалис просто некоторые перевернулись интересная брошь кстати вообще великолепном состоянии посмотреть тоже шестидесятые самых рассвет брошь просто в потрясающем состоянии а цвет просто чтобы не сливалась посмотреть просто еще одна аристократическая кровь только уже с а.б. не это прям 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 нечто нечто красавица как мне нравится смотреть на брошь вот за каждой брошью вижу женщину девушку с каким страстным характером с нежным характером с таким романтичным флером с такой стервозинг и чуть-чуть на некоторые смотрю прям прям точно вижу ну сука сукой должна быть чтобы надеть и и вот будет просто замечательно сука в хорошем смысле кстати не падайте от этого слова на вполне литературная вот и вот вот такие вот есть такие броши редко не встречаются но все таки прямо характер у них чувствуется типа вот не подойду я вот-вот к скромница которая вот например например любит темная какой-нибудь или еще я вот такая я должна сиять на ней чтобы не вот есть такой момент чтобы девушка и брошь а именно слились они когда брошь его вылилась а девушка там где-то сзади маячит но вы меня поняли в общем из моей сложной и не системной не системной логике так покажу клипсы вот такие интересные клипсы от жулианистые вот такая у них лопатка замечательно посмотреть как интересно сделано у нас вот эти лопатки они самые удобные для тех кто особенно с как я с клипсами не вдруг не в дружеских отношениях хотя очень бы хотел потому что такие клипсы встречаются вот так вот можно в другую сторону то есть у вас будет поняли да а б все сверкает все прям тут переливается ну на клипсах долго останавливаться мы не будем как говорится клипс то не клипса так у нас есть что другое показать ой девочки покажу сейчас брошь цвет обалдеть меня нежно я такие насыщенные люблю просто имеем всегда идут потому что у меня морда лица очень такая розовенькая и я предпочитаю холодный центр вы сами уже видите что это хрусталь а так это фуксия слышите какой звук она цель налетая и кем тут здесь даже маркированы сейчас мы даже посмотрим кем я не очень сейчас разбираю но вы прочитаете будете рады маркировка есть посмотрите какая пайка эти не такие палочками вообще просто у нее замечательное состояние а вот посмотрите в близко вблизи внутри даже какой-то голубой фиолетовый проскакивает красивая вот это вот немножко со стервозным характером хотя это вот вот есть немножко такая стервинка хотя кто-то увидит здесь нежность а я вот такой знаете если розовая нежность то фуксию я бы вот отнесла к таким а я тебе бросаю вызов принимаешь но у меня тут с каждой броши своя история я готова ее рассказывать долго просто я боюсь что вы не готовы ее долго слушать вот есть такое так ой давайте нежность добавим а то скажу что я про каких-то стерв досуг рассказываю вот нежность я это брошь про себя крестила ландыши хотя совершенно может быть не ландыши вот такая вот интересная тоже шестидесятые клепыши они в чем написаны мне так кажется нет это просто когда машинка делала то оставлял такой след вот здесь на пинах все такие грозди сделаны и мне что нравится посмотрите внутри вот такая вот еще есть чтобы дырочка не было кристаллик это естественно стекло услупить не буду извините не хочу учета ладно то скажет что какой-нибудь изъян стекло так здесь все посмотреть как все завернута какая позолота даже миллиметра не сошло с шестидесятых годов вот это вот вот это вот качество вот это я понимаю ну правда нежная красивая нежная большая брошь очень я любуюсь надеюсь вы тоже любуетесь о чем не любоваться мы на канале тут и любуемся как раз любуемся и приобретаем себе чтобы любоваться уже дома и носить вот так так чем дальше он дальше тоже тоже покажу чуть собой на башку потянула правда и не надо показать ой давать голубенько покажем цвет не хватает отучивает холодненького не хватает так посмотрите сразу говорю это не джулиана но это маркированная я даже под лупой смотрела по специальной которая это меня колоть собралась что ли не смогла разобрать чье творение давайте может быть через камеру какой-то конфессионал что ли или кон чего-то там но 1 кон но в любом случае брошь великолепном состоянии что и не носили то стекло мелкие постучать тяжеловато но это тоже стекло такая тоже многоярусная я буду многие любили этот стиль который был у дениза стель создателем бренд не бренда серия джулиана но потом это уже распространилась на любое изделие называть джулиана да я любуюсь этой веточкой а я даже не заметил что здесь багетный кристалл какая прелесть девочки мне приятно на это смотреть я надеюсь вам тоже ой как хорошо что мы девочки все можем себя одеть и в любых количествах ой я вообще с такой это сказать это покажу милоту милотную красоту красотную не знаю как показать это все брошки мини брошки это какая в геральдическом стиле а это две звездочки вот почему-то они не сильно блестят на камеру потому что так то они очень даже даже это смотреть так если почистить надо было и это тоже и это тоже брошечка такие вот малюшки малюточные мне просто их даже держать тяжело поэтому так вот будут показывать тот собирает вот такие даже брошки любит составлять композиции у девчонки правда тяжело держать не смысле что они тяжелые а смысле то что рассыпается такими прям звездочками сейчас положим а прямо даже аж хорошо правда в день какого цвета не хватает зеленого зеленого смотрите какое интересное стекло это стекло почему да это одного цвета это другого это по моему нас товарищи австриях сейчас посмотрим или вы с джермани по моему австрии австрия австрия до стильной стороны вы уже видите в укрупненном варианте вообще великолепный станет смотрите какая амальгама в пальц толщиной здесь амальгама нету поэтому такое загадочное полу свечение красивая такая вся прям ажурная воздушная как мы любим с вами такая краса . куда ты пойдешь сюда пойдешь иди сюда я совершенно не против так давайте добавим белый цвет посмотрите какой красивая какая красивая брошь планка это белое молочное стекло и здесь тоже есть какая-то у нас надпись сейчас посмотрим опять таки состояние просто обалденная австрия старые добрые острия состояние вообще я бы сказал 0 так покажи как будто новая брошь правда а вот грани вот все там сделано конечно вообще брошка как говорится на любой случай на любой наряд нет и беленькая вас будет заметно тебя будет будет и берем тебя будет заметно так иди сюда ты всем прям дожди пакет все хорошо ведут вот такая брошь вернее такой набор у меня был уже на канале очень очень давно в этом наборе есть клипсы они маркированная компания кора и вот эта брошь а брошь маркирована вот такой вот таким кругляшком поэтому это коровская брошь но она из набора это даже кора пегас по моему даже был есть у меня где-то давно 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 на канале ах это есть этот набор поэтому это вот брошь это коровская когда ничего там маркировали из сета там или из набора только одно украшение ну в данном случае это был эклипс и вот и здесь как раз брошь не маркирована но помечена а кстати посмотрите на ее сохранность посмотрите на позолоченную это вот это и есть принцип глубокого золочения как-нибудь еще расскажу я уже рассказывал но это были уже ранние выпуски многие про них не помнят а вот здесь вот смотрите любимый прием глянцевая вместе с таким перфорированным прекрасные кристаллы шестидесятые годы я вообще эти самые годы люблю но кажется это самый такой прям расцвет расцвет бижутерного искусства особенно америке ну я америкой в основном и занимаюсь вот такая прелестница у нас есть может и так лучше посчитает нет так как она лучше стоит представьте так покажу вам брошь немножко она нас короче это считается восточной короной очень красивые кристаллы все в лапках все дела посмотрите тыльная сторона вся замечательная пока я не перевернула и корону я перестала уже больше видеть да сейчас скажет мне напишет комментарий потому что испорченные видишь во всем какие-то фаллические символы ну блин девчонки на чужие еще тут видеть то вот нет естественно правильно носить есть так ты чё расстегнута все это время была да она была расстегнута все это время хорошо не уколола маленький такой замочки такие люблю вот аккуратненькие кристаллы замечательно переливаются а насчет того что кто видит ну это как говорится каждому свое спаяна замечательно видите все проклепано каждое это конечно труд просто обалденный это машина ручной труд сборка этой брошки и она очень красиво они немножко покачиваются это ничего страшного это когда так собирают наклеп и так бывает вот поэтому а другие зафиксированы в лапках и еще и вот такая вот как чашечка брошь на самом деле богат смотрится красиво ну вот такая вот восточная корона из цветов так скажем ну или просто вот такой вот букет а не то что я она увидела я не буду ее ставить другим способом я поставлю ее вот так пусть так стоит так так же мы без джулианта да как же мы без джулиана ты ешь моешь вот такой вот овал кто уже знает вот эти желтые кристаллы знает что это хрусталь а вот это уже стекло а вот это совершенно другой звук и как мне вот эти вот здесь маленькие зелененькие нравится вот казалось бы такие прям акцентные оранжевые нежные лимонные а башки есть все естественно переливается джулиана и вот это вот нежнятина как скажет тренер тарасова патяна анатольевна вот ну нежнятина вот добавила просто этой броши такая просто нереальность такая вот вот ну просто красота красотная мне нравится очень необычная расцветка очень необычный да что его 7 все расстегиваетесь да вот очень необычное сочетание и нежные и в то же самое время как говорится с перчинкой небольшой одевки мне все нравится извините что так и обратилась ничего страшного как говорится и все люди уже на канале так не помню было у меня уже было у меня на канале это брошь это не джулиана это сара ковин 3 40 в великолепном состоянии и счету долго рассказывать это 40 который который вдохновлялась джулианой так скажем мне нравится больше как факел она здесь вот честно не как капля хотя капля это вот так господи вот вот как то так она мне больше задора что ли прибавляет хотя правильно по иголки получается вот так хотя иголка не так уж и она посередине сделана принципе но вот так вот она мне как-то не знаю более что ли импонирует сделано конечно все великолепно состояние супер класс 0 винтаж это профессионально как говорится 0 винтаж этого когда вот такое вот состояние как будто это как будто новое но старое 40 все тут прям чеки-пуки фрау мадам красавица идея там мальчиком девочкам так закрывать показ а вот интересная брошь от крамор мы одно сегодня разыграли напомню вот это еще одно творение от крамор почему от крамор потому что вот крамор крамор петрович заодно покажу вам что по золото это вообще здесь отдельная просто песнь кристаллы обои все 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 посмотрите и чашечкой и лапочки и все все здесь конечно собрано посмотрите как все это венчается ювелирным штырем заклепками все зафиксировано по моему тоже забыл ее помыть поэтому она немножко может быть больновато вот мне нравится вроде какие-то сзади на втором плане как вот что-то абстрактное объемное и такое матовое и здесь настолько ажурные вот эти вот элементы и вот они такие вот все все это сопрягается вместе и получается и объемная брошь и так вот прям притягательно притягательно и богатая так она мне как-то не очень импанирует а вот когда ушками вверх как будто знаете это зайцы много уши вы сделали шучу да и на зайца на них тянет никакого чуть не все голову приходит не совсем какие тверные вещи в общем крамор красивая достойная золотая это мне хрена не видно будет наверно то тогда будешь здесь чуть-чуть вот так вот за это так есть у меня одна антикварная брошенция посмотрите здесь камень есть я его подклеила когда мыло это просто сейчас клей не дает ему еще блестеть он здесь все будет также поверьте как и здесь просто здесь камешка выцвел вам вот видите если что он там переливается сейчас к клеем до схватиться перестанет и как раз будет виден камешек так вот под этой стороной он виден не мудрено что она уже камешек теряет это очень старая брошь это чехия или до военное время или сороковые годы это все стекло она антикварная естественно уже и очень много лет и она в великолепном состоянии я говорю не считая того что вот подклеена один камешек но я говорю это еще клей сырой этот клей где-то сохнет часа полтора но потом фиг вы дерешь этот по камень это ювелирная эпоксидка такая которая очень быстро схватывается у меня такая тоже есть вот она была полностью темная то что вы сейчас видите это вообще вот это было черного цвета я ее когда увидела распаковала мне как-то даже было стрёмно ее в руки брать настолько я даже когда лотот покупал я не обратил внимание только прочитала что есть там в лоте одна чехословацкая брошь но я как-то всегда спокойно к чехословацким брошем вы сами знаете и когда я на нее посмотрела мне так жалко и стала в общем отмыла я ее полностью все 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 было черным абсолютно все все вот эти вот она уже просто уже от времени и вот сейчас это уже наверное пятая или шестая мойка была и вот сейчас она пришла в хороший очень божеский вид при том что первая мойка даже была у меня просто сейчас ювелир в отпуске поэтому я сама тут наматывала было ультразвуковой даже ультразвук не до конца справился дальше были профессиональные мои тут баночки которая чистится и прочее прочее и вот наконец-то она заблестела и и ну не заблестела она просто красивый настолько кобертовый цвет даже кристаллы были настолько мутные я думала она какая-то невразумительно синяя но когда это все отмылось вы посмотрите это просто просто изумительная брошь игла вся достаточно толстая вы посмотрите какие перемычки как это все делалось это вот эти вот столбики под вот эти маленькие кристаллы и вообще просто сами и листики и все прочее насколько все основательно видно что брошь очень возрастная и состояние для такой возрастной броши конечно великолепная цвет это просто нереально это кобальт которые от которого невозможно отвести взгляд она внутри как будто бы светится вата обратите внимание конечно эти кристаллы чехословакия это что-то нечто бесподобное от этого невозможно просто оторвать взгляд посмотрите специально кладу так сказать издалека чтобы можно было так сделать так у нас сегодня вот такой вот лот интересностей всяко-разно сегодня ты чё кстати перевернулась ты перевернулась мать вот не знала что подарить и взяла брошь буквально из-за того что она мне сама понравилась своей необычностью сейчас покажу посмотрите это кружево буквально по другому не скажешь форме листика и здесь опять таки все 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 посажено в лапки нежнейшие голубые кристаллы вот опять таки мои любимые шестидесятые видите все 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 каждый это в таком машинном ручном труде все было приклепано каждый вот он имеется в чашечке чашечку не видно потому что это листика здесь углубление он асимметричен вот здесь вот более выгнут здесь более здесь тоже он выгнут посмотрите вот просто есть меньше ходить такая побольше площадь вот она цепляет я люблю когда меня цепляет украшение поэтому такие я и люблю дарить поэтому это будет подарком той или тому кто подпишется на меня кто еще не подписан оставит положительные или нейтральный комментарий и поставить лайк под видео все очень просто заходите в telegram там всегда чего-нибудь до распродается или где выставлены брошек или украшения ниже закупочной цены все это все там есть мои хорошие и относим мы заканчиваем и я вам как всегда желаю здоровья здоровья вашим близким и чтобы на сегодня на неделе на следующей неделе произошло хоть одно но маленькое чудо я на это очень сильно надеюсь а с вами была ваша я на на диване всего вам самого-самого доброго пока пока